Листья собирают там? Лучше бы приехали не листья собирать, а спилить дерево. Такое небо красивое сегодня утром, очень красивое. Господи, вот посмотришь, какая природа умница, такие яркие краски, вроде бы и не придумать такое. С утра такое небо. Подметают. А дерево, сегодня четвертый день пошло, так они дерево это не убрали, которое пополам треснуло. Но зато подметают дорогу. Молодцы ребята. И вон лужаечку там так красиво убрали. Посмотрите, какая красивая. Теперь в очереди мы. Вот эти листья убрать. Вон там кучи собрали. Красота. Вот как убирают. Может пилить придут все-таки. Ну что, на улице минус, но солнышко. Или солнышко, но минус. Надо, наверное, на улицу пойти, да? Пока дождя нет. Сейчас пойду. Газ проинформировал своих клиентов, что с 1 декабря цена газа в гибком пакете вырастет на 27% и составит 75% за кубометр. В то же время европейские хранилища были доверху заполнены, а его цена на бирже резко упала. Тогда вообще непонятно. Сегодня про Эстиэнергия рассказывала, про повышение цены на электроэнергию, потому что газ дорожает. В общем, непонятно. Путаница какая-то странная вообще, да? Если нам когда в конце лета говорили, что газ подешевеет в эту зиму, в связи с тем, что переполнены газохранилища. Теперь недавно говорили на 25% подорожают, теперь уже на 27%. То есть они и сами не знают. Здесь они вон как оправдываются. Повышение цен связано с началом зимнего сезона. Холодная погода приведет к увеличению потребления и повышению цен по сравнению с летом. В сравнении-то, видишь, лето, конечно, меньше потребления, а зимой-то больше. Ой, Господи, я не понимаю, зачем вот такие глупости говорить и сравнивать лето с зимой? Понятно, что зимой холоднее. Но ведь говорили, что если зима, будет холодно. Откуда они знают, какая зима будет? Вань, ну это же зачем вообще нам вот это объясняют? Когда заполнялось хранилище, оно заполнялось по одной цене. Да. Там не было скачков, там вот одна цена, по которой привезли. Да. Ну, поживем, посмотрим. Это в прошлом году, нам помнишь, тоже нас запугивали, говорили, все дорого будет. А в итоге нормальная цена была. Хоть, конечно, там 300 с лишним евро мы платили за все там, за свет, за газ, ну, за все за это, за квартплату. Но справились, может быть, и в этом году. Так опять сравнивать с тем годом, когда самая высокая цена. По сравнению с ноябрем, декабрем прошлого года, цена в этом году для потребителей в разы ниже. Ну, короче говоря, знаешь, кручу-верчу, запутать хочу. Да, да. У него шарика осталось. Все подъели. Не ворчи. Патрюша. Скажи, я вас не знаю. Да, Патрюша, если бы была возможность, забежал бы сразу же. Вот как, кажется, там какие ветки снег сломал. Ой, какой ужас. Да, и уже вон без листьев стоят практически. Так вот из дома выходишь, вроде не кажется, что холодно. Ну, может быть, походим и замерзнем. Это правильно написано? Да, минус. Минус один. Минус один, да. И, кстати, ветер-то есть. Водворение ощущается, а здесь прям чувствуется. Листья собрали. Так это только вчера собрали, а сегодня жену насыпали. Ну, уже это остатки листьев. Они поэтому и не вывезли, что надо до конца все это убрать. У нас обычно газоны чистые и без листьев. Хотя, пишут, в Тарту уже перестали вообще в каких-то скверах косить. Говорят, что природа должна быть натуральная. Всякие жучки, всякие бабочки, гусеницы должны чем-то питаться. А когда все это скашивают, уже и шмелей стало меньше. А пчел вообще в этом году очень мало было в саду. В основном большие шмели были и осы. Так что берегут природу. И в Таллине то же самое. Очень многие скверы перестали скашивать траву. Не скверы, а люди в скверах. Говорю прям, что попало, говорю. Патрюша, смотрю, чтобы где-нибудь не запнуться. И в то же время снять так, чтобы что-то получилось. Листья рекомендуется убирать весной. Да, листья весной рекомендуется убирать. Мы уже вот который год так и делаем. Потому что питание траве должно быть. И, кстати, у нас газон стал намного лучше. И гуще, и красивее. Очень много стало маргариток. Очень много клевера за счет этого. Так что действительно, да. Это помогает. Завтра дадут пенсию. Народ оживится. Побегут пенсионеры в магазины тратить пенсию свою. Вкусняшки покупать. День-два, а потом опять будет тишина. Потому что начнут экономить. Ну, впрочем, наверное, как и все пенсионеры. Бездумно тратить нельзя. Утром такое небо было красивое. А сейчас вот перистые облака. Солнышко не греет. Но все равно приятно. Птички даже чуть-чуть иногда где-то подпискивают. А это можно порадоваться. Сколько я говорила, что надо починить вот эти вот чаши. Смотрите, видите? Все нормально. Все нормально. Посмотрим следующие сейчас. Вот так. Что значит женщина у руля? Молодая. И уборка в этом году намного лучше идет. И стрижка газонов. И вот, пожалуйста, чаша уже подремонтирована. Смотрела, что чаша-то отремонтирована. Здесь целая была. Почему целая? Ну, сейчас следующую посмотрим. Сейчас посмотрим. Подготовили. К тому, чтобы отремонтировать. Вон, отбито как много. Странно. А там я порадовалась. О чем это говорит? Что я говорю... О чем это говорит, а? Это говорит о том, что надо руководить людьми. Не будет толку, пока люди руководят из окна своего кабинета, из окна своей машины. У нас тоже, когда вводили машины, тоже мастера перестали вообще ходить. Пока по карману не ударил одного, другие задумались. Все. И стали работать как положено. Ну, вот я тоже думаю, что, когда живут не в нашем городе, они и не видят этих мелочей. А нам заметно все это. Мы критикуем то, что нам заметно, и то, что хочется, чтобы исправили. Всем привет! От Сары Штиблет. Пишите комментарии. Хвалите. Да, и лайки ставьте. И лайки ставьте. Всем привет! Просмотры упали? Значит, неинтересно. Вот так. Надо лучше стараться. Что-то как-то совсем уже. Скоро так раз-раз. И придется закрывать. Закрывать мой канал. Ну, а что? 300-400 просмотров – это ничто. Еще и лайков мало, значит, тоже не нравится. Ну, вот так. Скандалов нет. Показываем жизнь свою. Она, оказывается, скучная для людей. Так что не умею я снимать видео. Вот так. Критика – хорошее дело, конечно. Но немножко я обидно и грустно. Что делаешь? Сейчас не то время, чтобы канал вести. Андрей Андреевич уже языком зацепился. Вот любитель поболтать. Позавчера мне сказал, что я дикая, сижу дома, ни с кем не общаюсь. А он вот любитель рассказать, где что болит, что не так. А я никогда никому не жалуюсь и не рассказываю. Кому это интересно? Видите, как на домах кровлю делают. Кусочками небольшими. Вот и здесь тоже. И здесь тоже с краешку. И там, как денежки есть, так немножечко и ремонтируют. Вот. Потом дело за фасадом пойдет. Там вот, видите, полностью уже сделали. Осталось только фасад отремонтировать. А здесь вот уже сделали, наоборот, фасад. Но как-то странно. Обычно с кровли это надо начинать. Руки вообще не дошли. Здесь, смотри, как трещинка вазона самого. Да, скоро уже вазон этот загнется. И будет новая клумба. Ну а что, засыплют землей, будет клумба, и все. Люди не расстраиваются, те, которые этим должны заниматься. Птичкам негде будет пить. Это уже второстепенное дело. Скажут, что долететь можно птицам до Финского залива или до пруда здесь у нас. Но Финский залив тоже у нас рядом совсем. Конечно, пешком далековато идти. Для молодежи не далековато, а для нас далековато. А вот на машине тут, я не знаю, 5 минут, наверное, или 7, мы только до пруда доходим. И то Патрик в последнее время перестал хотеть туда идти. У него тут свои заморочки. Вон он до конца даже идти не хочет, упирается. Это не мы его выгуливаем, это он нас выгуливает. Так что с ним не забалуешь. Что самое интересное, смотрите, они там убирают, да? А муж подошел и сказал, что дерево вот в таком вот виде. Они сказали, это не наше. Так что вот пока не упадет. На две части дерева. Шторм, когда был, развалился. И вот одна часть дерева, там двойное дерево вот такое. Двойное дерево. И оно на предыдущее дерево, которое впереди, как... В общем, предыдущее дерево мешает упасть этому. Ну, вот не наше это. Какая машинка едет. Пылесосик. Здесь все время метут. Гору права надо. Лоск наводить надо. А как же. Все как прежде. Кофейный аппарат. Наш рынок здесь вот. Им прямо. Патрик, стой. Стой, Патрик. Патрик, стой. Ну, что, да. Мне мой, да и тоже. Мочи, я песню, что он не так подбирает. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь раньше был Шведбанк. Шведбанк был, а теперь вот... Такое. Смотрите, как... Все это тщательно-тщательно убирают. Там все уже в кучке собрали. Потом увезут. Вот какой ковер здесь из листьев. Красота. Зеленая лужайка будет. Вот сейчас пылесосом ветродуем таким вот. Очень удобно собирать листья в кучу. Конечно, граблями-то тяжело. Шесть человек работают. Они начали работать в 7 утра, потому что полвосьмого уже... Та лужайка около школы почти вся убрана была. Вон, два ветра дуя у них. Грабли. Как хорошо сейчас такая техника. Не то, что раньше. Соседка идет из соседнего дома. Пообедали. Муж с Патриком спать ушли. Отдыхают. А я работаю. Спасибо большое, что посмотрели. Спасибо большое за комментарии. Счастья вам, любви, здоровья. Чистого неба над головой. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok